Очередное заседание Думы Артемовского городского округа началось с минуты молчания. От ранений, полученных в ходе специальной военной операции, погиб наш земляк Денис Кузьминых. Далее работа Думы проходила в плановом порядке. Рассмотрен вопрос о земельном налоге на территории Артемовского городского округа. На следующем проекту решения предлагается пункт 3 признать утратившим силу. В связи с тем, что федеральный закон о несильнее снижении налогового года, согласно которому с 1-го наряда 2023 года утрачивают силу положение, согласно которому порядок слаты налога утверждается представителем налогов муниципальных образований. Также предлагается исключить ряд налогов в ход, установленных ранее. В том числе предлагается исключить ввод, установленный в отношении земельных участков, занятых под зонами санитарной охраны 1-го поиска источников 5-го водоснабжения. В отношении земельных участков, занятых накопительными отходами потребления, кладбищами скотомогильными крематорами, на которых расположены объекты, предназначенные для очистки, обеспреживания и наработки отходов потребления, а также земельные участки выделены для строительства таких объектов. Также в отношении земельных участков, общего пользования населенных комплектов и освобождены от уплаты земельного налога полностью физические лица, подвержившиеся политическим адресам и писанным жертвам политических предельствий в соответствии с законом Российской Федерации. Данный ввод предлагается отменить. В связи с тем, что они длительный период, сделали мы анализ даже за 5 лет ранее, то есть они ни разу не востребовались, ими ни одно физический след. На депутатской комиссии данный вопрос обсуждался со всех сторон, но тогда однозначного решения принять не удалось, поэтому вопрос вынесен на решение Думы. Большинство депутатов воздержались от принятия решения об отмене даже неиспользуемых долгое время льгот по земельному налогу. Далее депутаты утвердили изменения в положении об организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления АГО и работников муниципальных учреждений Артемовского городского округа. Депутаты рассмотрели и утвердили вопрос о назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Артемовского городского округа об утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Татьяна Петрова, председатель постоянной комиссии по экономическим вопросам, бюджету и налогам, сообщила, что депутатская комиссия приняла решение назначить публичные слушания на 13 декабря 2022 года в ДК «Энергетик». Пояснил ситуацию глава Артемовского городского округа Константин Трофимов, присутствующий на заседании Думы. Публичные слушания проходят согласно тренере законодательства. На публичных слушаниях записываются выступающие, все вопросы протокольно записываются и Думы передаются в администрацию Артемовского городского округа для проработки и мотивированных ответов для дальнейшего принятия решений. По единогласному решению Думы время публичных слушаний было скорректировано и утверждено на 17.00 местного времени 13 декабря в ДК «Энергетик». Еще один вопрос, внесенный в повестку заседания о результатах публичных слушаний по внесению изменений в устав Артемовского городского округа, докладчиком по которому выступил председатель Думы Артемовского городского округа Владимир Степанович Арсенов, был единогласно принят депутатами. Далее депутаты рассмотрели вопрос о поручениях Думы о ГОПО по включению в план работы счетной палаты Артемовского городского округа на 2023 год. В чем мы будем участвовать? Первое – это проверка деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по взысканию дебетовской задолженности в рамках реализации своих планов ночи. Мы выбраны одной из двести территорий. И параллельное экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит» в сфере закупок товаров, работ и услуг при реализации в 2020-2022 годах крупных контрактов, заключенных для обеспечения муниципальных нужд на выполнение работ по строительству и капитальному ремонту, а также анализ практики применения муниципальными заказчиками антикризисных мер в этой сфере. Тем не менее, четыре мероприятия были проведены, полные объемные результаты почти всех представлены. В принципе, все поручения, которые предложены Думой, мы, конечно, можем включить и включим в план работы счетной палаты. Надо понимать, справимся ли мы. Приложим все у себя. Следующий вопрос Артемовской Думы – признание депутатского обращения Михаила Вялкова, главе Артемовского городского округа по вопросу проектирования и строительства новой канализационной станции и напорного коллектора или локальных очистных сооружений в районе новостройки – депутатским запросом. На депутатской комиссии данный вопрос обсуждался и принято следующее комиссионное решение – определиться по работе старого коллектора, обратиться в УМИ и изъять земли у собственников, чтобы организовать подъездные пути. Письмо у меня подготовлено, направлено в ГИСО по как раз разделу земельных участков, потому что там земли госсобственности, но это говорили на предыдущей комиссии. Значит, это подъездные пути комиссионного и комиссионный коллектор, который находится на территории хлядной базы. Значит, запрос направлен был 15-го числа, 15-го ноября, значит, и по скважине тоже, чтобы были подъездные пути, и водовод, который идет на территории. Письма в областном ведомстве рассматриваются не менее месяца, следовательно, в середине декабря областные чиновники дадут ответ на обозначенные проблемные вопросы по разделению земельных участков. Ситуация длительная, и чтобы хоть как-то сдвинуть ее решение, необходимо вопросу придать статус депутатского запроса. Именно это единогласно решили депутаты Артемовской думы.